Кари Пека Кюрё поражен комментариями норвежской звезды лыжного спорта Бастме, это лоща попытка оправдаться, Ильтасана Амать, Финляндия, Елена Лепинин. Ильтасана Амать, Финляндия. 5 апреля 2019 года. Норвежская лыжница Астрит Уренхольд Якобсен, Астрит Уреналт Якобсен, выразила беспокойность в связи с нынешним объемом соревнований. Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари Пека Кюрё, Кари Пека Кыра, считает эти заявления ложью и чушью. Призер Олимпиады чемпионатов мира Астрит Уренхольд Якобсен выразила беспокойность на прошедшем семинаре в Норвегии. 32-летняя звезда сборной Норвегии сообщила о своем недовольстве объемом соревнований на Кубке мира по лыжным гонкам. По мнению Якобсен, Международная федерация лыжного спорта принуждает лыжников участвовать в максимальном количестве соревнований. Норвежская спортсменка побоялась, что это может привести к проблемам со здоровьем, и намекнула, что возросшая нагрузка может сказаться на увеличении числа диагностируемых случаев астмы. Сейчас нас практически принуждают болеть астмой, минус заявила многократный призер соревнований. Позже Якобсен сказала норвежскому изданию «Вердинсганг», «Вердинсганг», что она не одинока в этом мнении. Ее коллега Майкин Каспер Синфала, Майкин Часпер Синфала, тоже обеспокоены состоянием своих легких в связи с нагрузкой. Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Карипека Киурео считает слова Якобсен неприемлемыми. Это лоща попытка оправдаться. На самом деле сейчас нагрузка на органы дыхательной системы на лыжных гонках снизилась, минус прокомментировал Киурео ситуацию финскому изданию «Элта Санамат». Киурео, внимательно следящий за происходящим в мире лыжных гонок, говорит, что количество соревнований в сезоне действительно увеличилось, но это не значит, что нагрузка автоматически стала больше. Бывший тренер сборной подчеркивает, что сейчас соревнования проходят в более легких условиях, чем раньше. В 1970-е и 1980-е годы соревнований на Кубке мира было практически в два раза меньше, но они были почти вдвое дольше и проходили в действительно тяжелых погодных условиях. В последние 10 лет соревнований практически никогда не проводятся в сильный мороз. Еще в 1970-е, 1980-е и 1990-е годы в странах Северной Европы и в России соревнования вполне могли проходить и в 15-градусный мороз, и даже в 25-градусный. Такие соревнования, безусловно, становились большим стрессом для органов дыхательной системы. Киуре, раскритиковавший практику льгот в спорте, считает, что цель комментариев и Якобсин – обосновать и укрепить норвежскую систему. Об использовании норвежской сборной лекарств от астмы в последние годы говорят очень много. Это искусная лощь в норвежском стиле, цель которой – защита спорта страны. Тут задействованы норвежская спортивная система и сами спортсмены, и я поражен, что норвежские СМИ, СМИ свободной западной страны, оставляют эту тему без критики. Аргументация Якобсин совершенно невообразима. Надеюсь, сейчас в эту историю верят только норвежские СМИ и норвежская публика. По мнению Киуре, норвежцы могут не участвовать в Кубке Мира, если считают программу соревнований проблемой. Для мира лыжных гонок будет гораздо лучше, если ни один норвежский астматик не будет участвовать в непосильном для него Кубке Мира. Нам не нужны больные норвежцы в этом виде спорта. Они могут организовать свой кубок астматиков и соревноваться с другими астматиками. Киуре раскритиковал использование терапевтических исключений еще во время чемпионата мира в Зеофельде. Антидопинговое агентство ВАДА может разрешить спортсмену принимать лекарства, содержащие запрещенное вещество, если у спортсмена есть заболевание, для лечения которого это лекарство необходимо. В кругах лыжного спорта эта тема обсуждается уже давно. По мнению самых строгих критиков, разрешения на использование запрещенных лекарств выдаются слишком легко. По мнению Киуре, нынешняя система не является равноправной. Нужно изменить эту практику, льготы нужно отменить, а ВАДА должна создать центр для обоснования и выделения льгот, в Женеве, Лозанне или на другой нейтральной территории. Там больные могли бы проходить независимые тестирования, и на основании более строгого анализа принималось бы решение правильного употребления запрещенных препаратов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.